вещи это мысли мы уже говорили о том что мысли становятся вещами и явлениями но сейчас мы подошли к тому что также нужно понять и обратно вещи это мысли иными словами каждый объект форму или обстоятельства имеет ментальную природу является не более чем идеи или мыслью у этого утверждения найдется немало противников и они выдвинут массу аргументов которые по большому счету сведутся к одному и тому же умозаключению если часы на вашей кухне всего лишь мысль и вы их видите только потому что думаете о них то они должны перестать существовать пока вы спите однако когда утром вы приходите на кухню вы видите что стрелки часов сдвинулись и показывают актуальное время и это доказывает что часы никуда не исчезали пока вы них не думали или же если вы только думаете что видите красный цветок поставьте перед ним фотокамеру и пусть она сделает снимок без присутствия кого бы то ни было цветок несмотря на то что его никто не наблюдал окажется на снимке и все также будет красным все это является прекрасной аргументации в пользу того что мы и не отрицаем так мы не утверждаем будто и физические объекты нашего мира перестанут существовать если вокруг не будет никого кто мог бы их наблюдать они безусловно никуда не исчезнут потому что являются не просто нашими идеями но идеями в едином сознании мы говорим о том что данные объекты это идея влечена единым сознанием форм пока идея хранится в едином сознании сохраняется ее форма когда идея меняется едином сознании меняется ее форма если в едином сознании идея рассеивается то ее форма тоже рассеивается но важнее всего то что в едином сознании живут идеи проецируемые нашим подсознанием куда их первоначально отправила сознательное мышление Вещи – это идеи, помещенные в единое сознание. Мыслящее существо или группа таких существ помещает какую-то идею в единое сознание, которое, следуя своей природе, воплощает эту идею в физической реальности. Так мысли становятся вещами. Для того, чтобы существовать, им не нужен наблюдатель. Они есть в едином сознании и будут менять свои формы в соответствии с идеями, стоящими за ними. И вот что важно. Эти идеи помещают в единое сознание мыслящее существо, живущее в физическом мире. Мысли становятся вещами. Вещи – это мысли, которые воплощают форму великой творческой силы, единое сознание. Но вещь становится вещью только в результате мысли, живущей в нашем сознании. Человек создает мир, в котором живет. Вокруг него вещи, явления и обстоятельства, появившиеся в результате его мыслей. Он может повлиять на них, изменив свое мышление. Но, конечно, они никуда не исчезнут только от того, что их никто не будет наблюдать. Мы все живем одним сознанием. В нем существует огромное количество идей, помещенных туда каждым существом, бывшим когда-либо. Об этих сформировавшихся идеях мы узнаем через свои органы чувств и воспринимаем их как вещи и явления окружающего нас, физического мира. Но этот мир по своей сути абсолютно абстрактен и существует в сознании. Все, что человек думает, Бог знает и творит. То, что он творит, человек воспринимает как нечто внешнее, существующее в окружающем мире. Но истина в том, что все это есть внутри человека. Ведь оно существует в едином сознании, которое живет в каждом. И чтобы это почувствовать, нужно развивать свое мышление, расширяя его границы. Паскаль писал, «Узкие границы нашего бытия скрывают от нас бесконечность». Иными словами, чтобы понять свою сущность, мы должны преодолеть чувство разделенности и расширить свое сознание так, чтобы охватить весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok